Книга открытым оком. Тема. Богослужение. Третий том. Вопрос. 1125. Если не существует намольных предметов, икон и прочее, то следует ли считать, что это понятие относится и к святым местам в Иерусалиме, например, Гефсимания, Гора Сион и прочее? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Так уж устроен человек, живет в таком окружении, что его все окружающее как бы подталкивает все время находить наилегчайший путь. Человек, уверующий в Бога, непременно должен провозгласить приоритет спасения души и всегда во всем ставить вопрос, чего я ищу, духовного или телесного, вечного или временного. Присходит смешение, и приходится выбирать не самый легкий путь, а самый верный, а на это пойдут только те, чья душа полюбила спасителя Христа и его святое слово. Плотские люди, невозрожденные, ищут достижение цели самым легким, как им кажется, и быстрым путем. Что-то съесть, понюхать, поцеловать, прикоснуться, и ты уже получил желаемое. Дикарь, убивая врага, старался выпить его кровь и съесть его сердце, полагая, что мужество и храбрость противника перейдут в него таким образом. Поиск намоленных предметов, старинных, которые были участниками молений, святых событий, предполагает быстрым и легким путь через чашу Грааля или прикосновение к Туринской плащанице получить святость. Вношение на себе святого пояса со словами молитвы очень часто играет роль только языческого оберега. Я беседовал со многими очень серьезными паломниками, бывавшими в Иерусалиме, и все они подтверждают, что живущие там люди нисколько не святее тех, кто никогда там не был. Есть хорошее изречение – не место освящает человека, а человек-место. Какую бы газету церковную сегодня не открыл, она переполнена снимками по широким проспектам Томска и других городов, идут крестные ходы, кресты, хоругви и иконы. Снимки часовен, храмов, снимки патриарших богослужений, вынос мощей, бесчисленные канонизации. Что здесь есть евангельского? Не порошинки. Россия бредет в потьмах абсолютно ложным путем, не евангельским. Измышлены совершенно новые религии, религия фетиша. Все органы власти пронизаны, пропитаны коррупцией, продажностью, лживостью, безразственностью. По сравнению с рабственностью южных стран, где мусульманство и шариат, мы представляем собой гибельный Содом, готовый к сожжению. И если бы среди нас появился сегодня пророк Илья, он сжег бы нас, как одну огромную дискотеку, как вшей прожарке. И, быть может, он бы провозгласил совершенно иные лозунги, касающиеся стремительно стяжающей русской нации, и испепелил бы страну засухой, а бездарных руководителей обезглавил 7 ноября, устроив Нюрнберг по всей стране. Святые места в Иерусалиме названы святыми тогда, когда там была святость. Но если там сегодня проливается кровь, то Господь дает этой земле другое название. Страна гомосексуалистов, а Иерусалим – бесстыжая блудница, позорящая своего Творца. Исайя 1.10 Слушайте слово Господне, князья Содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. Исайя 1.21 Как сделалась блудницу верная столица, исполненная правосудие? Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Иезекииля 23.4-35 стих Иминаем большой Огола, а сестре ее Оголива, и были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Огола Самарию, а Оголива Иерусаливом. И стала Огола блудить от меня, и пристрастила к своим любовникам, к осирианам, к соседям своим, к одевавшимся в ткани яхантонского цвета, к области начальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам, всадникам, ездящим на конях, и расточала блудодеяния свои со всеми отборными и сынов Асура. Я скверняла себя всеми идолами тех, кому не пристращалась, не переставала блудить и с египтианами, потому что они с нею спали в молодости ее, и расстреливали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдала ее в руки любовников ее, в руки сынов Асура, которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над ней казнь. Сестра ее, Оголива, видела это, и еще развращение было в любви своей, и блужение ее произошло блужение сестре ее. Она пристрастилась к сынам Асуровым, к области начальникам и городоправителям соседям ее, пышно одетым, всадникам, едящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она отквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидев вылизанных на стене мужчин красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чересам своим поясом, с роскошным на голове их повязками, имевших вид вид начальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду отчей своих, и послала к ним в халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилона на любовные ложи, и осквернили ее блудодеистом своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как и отвратилась душа моя от сестры ее. И она умнажала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила земли египетской и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослины и похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодость твоей, когда египтяне жили, жали сосцы твои и задействованы грудей твоих. Посему, а Галиева, так говорит Господь Бог, вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон. Сынов Вавилона и всех халдеев из пехота, из шуа и куа, и с ним всех сынов Асура, красивых юношей, области начальников и городоправителей сыновных, сановных и именитых, всех искусных наездников. И придут на тебя с оружием и конями, и с колесницами, и множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и шлемами, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобой яростью, отрежут тебя нос и уши, и остальное твое от меча падет. Возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано, и снимут тебе одежды твои, и возьмут наряды твои. И положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и Египте уже не вспомнишь. Ибо так говорит Господь Бог, вот я предаю тебя в руки тех, которые ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобой жестоко, и возьмут у тебя все нажитые трудами, и оставят тебя наготое непокрытую, и открытая будет соромная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогу у сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так говорит Господь Бог. Ты будешь пить чашу сестры твоей глубокую и широкую, и подвергнешься по смеянию и позору по огромной вместительности ее. О пьянении и горости будешь исполнена, чашу ужаса и обустошения чаши сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осудишь, и терпи ее, и оближешь, и груди твои истерзаешь, ибо сказал это Господь Бог твой. Господь Бог. Посему так говорит Господь Бог. Так как ты забыл о меня и тратился от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое.